Адамый человек получил первый урок. От какого дерева ешь, от одного не ешь. Все, урок кончился. Иди гуляй. Началась сессия. Вот теперь он сдает экзамен. Ничего больше нет. Один предмет провалил Адам. И по сегодняшний день мы не можем никак опомнить. Еву он учил. Ученица оказалась совсем не худышная. Двойку получила сразу же. С кем общаться? Вот учение какое. Общение. И Господь, придя на землю через пять с половиной тысяч лет, заново начал переучивать. А учителей в Израиле было много. Притом это единственные люди на земле, которые знали о Боге, которого как звать Иегова. И они ему поклонялись. И главная цель всего богослужения Израиля была дождаться Мессию, который возьмет на себя грех мира, Агнец. И все были ягнята, валы, рыжие келицы, червленая нитка красная. Все указывало на кровь Христа, на его небесное происхождение. Пришел и не узнали. Вот нельзя даже представить, что это за ситуация. Ждали. Я пишу один такой рассказ сына с фронта. И покусились на чемодан на один. И мать своим топором его убила, сонному напиши. Пока еще. Он не дождался, когда родители придут. Заснул. Я вот вижу, такая же ситуация была с еврейским народом. Мало того, две тысячи лет. Они продолжают учить, что ошибки не было. Все сделали правильно. Они сейчас настоятельно ждут исполнения пророчества Исаии, когда придет и возьмет на себя грех мира. Но мы-то понимаем, что физическим путем ничего нельзя добиться. Они рассуждают, придут у нас богатые люди, давайте деньги захватим. Наконец вот из этого ливейного колена одного выберем, самого умного. Человеческими усилиями это ничего не дает. Христос пришел по обетованию. Бог дает обетование Аврааму родиться своим сыном. Нет, цара надумала, пускай ночует со служанкой. Ну а я буду ждать, когда родит, и чтобы она рожала прямо ко мне на колени. А я уж дальше сделаю движение, будто бы она из меня вышла. Ну детская игра какая-то. И что из этого дальше получилось? Авраам легко пошел на это. А потом легко ли ему было отпускать сына. А вот это Исаавряни, вот сейчас война идет арабов. Это все последствия Авраамова. Не дождались исполнения обетования Божьего. Это прямое последствие. Исаав родился. А Исаавряни, они называются эти турки, арабы, это все Исаавряни. У Златоуста так называются. В Деяниях апостолов. 17 глава, 20 стих. Когда апостол Павел стал людям говорить о Боге, они говорят, что ты странное влагаешь в уши наши. Мы хотим знать подробнее. Вот это состояние, в котором находится сегодня весь мир. Когда я впервые начал трубить о том, что крещения в церкви нет, обман, без подготовки, за деньги, нет полного погружения. Что-то странное ты влагаешь в уши наши. Так что, мы не крещеные? Не крещеные. Мы объявили не крещеные. Мир не крещеный. Я выпустил материал второе крещение Руси. А сейчас начинают строить купель, разговаривают. Что-то ты странное влагаешь. Я стучал об этом, что неправильно крест на грудь. Руку надо на живот опускать. Крест, получается, поперечину сделал. Тут такой вот, три сантиметра, здесь до головы. Перевернутый крест. Так молятся только колдуны. Показывали мне разные книжки. Неправда. Что-то ты странное влагаешь. Я в свой адрес много раз слышал. Странно это то, что неизвестно, что вопреки тому, чему научен, Павел говорил понятным языком, говорил о Христе. А у них было много божеств. И даже его слова, что он говорил о Христе и о воскресении из мертвых, они поняли. Вообще-то он недалеко от нас. Слово воскресения по-гречески анастасия. И они говорят, он проповедует о каких-то божествах. Хотя, какие божества? Один Христос. А они анастасию. В воскресении, поняли, что это богиня какая-то. Ну, пусть бы и так. Но два человека все-таки обратились. Чтобы для нас Библия не была странной книгой. Прочитав, как там написано, мы сразу склонились на ту сторону. В Дианиах Апостолов 18.30 читаем, говоря на апостола Павла, что он учит людей чтить Бога не по закону. Вот это да. То есть неправильно. А это еретики на нас говорят. Почему? Неправильно чтят. А в чем мы неправильно чтим? Скажите, да это какая-то зарубежная, шпионская церковь. Какие только не говорят слова в наш адрес. А это все было. Я считаю, дохожу до этого места. На самом деле по закону. А по закону-то мы чтим. Идет подготовка. Оглашенные выходите. А этот закон-то церковный. Эти правила лежат на столе у местного епископа. Эти правила лежат у патриарха. Мы можем смело сказать, они чтут Бога, а чтим Богом в храме. Не по закону. Третья часть литургии не должна совершаться, пока двери-двери. Это не двери-шторку дергать. Это слова из алтаря к диакону, чтобы он прошел, внимательно посмотрел. Не было ни одного не крещеного, не было ни одного отрученного. И плотно закрыл двери на замок. Двери. Ну, короткая шифровка. Двери. Значит, позаботиться о дверях. Как у нас майна-гира. Это означает поднимай груз или опускай. Более пространное предложение. Дальше не совершай службу. Златоуз говорит, наведи порядок. Торговлю в храме беззаконие. Христос выбросил. Они подобрали, снова поставили ее в храм. По закону чтят люди, которые имеют страх Божий. Которые заботятся о спасении души. Мы можем смело сказать, что мы ищем обличающих нас, которые показали бы, где мы не по закону делаем. И если даже случится объединение, ну, думаю, ни один самый лютый враг не покусится прийти к нам, чтобы сказать, а вот это вы выбросьте. Огношения, чтобы были с вами, чтобы у вас была торговля. Они это понимают. Настолько у нас твердая позиция, настолько прочные столбы межевые стоят, никто не покусится. Наоборот, они могут тогда уже смело приходить, смотреть и пытаться у себя что-то сделать. Мы чтим по закону. В Деяниях апостолов 24 глава 28 стих. Когда апостолы Павла схватили, сказали, этот человек учит всех и повсюду. Учит так народ. Против закона, против храма и стали собирать. Учит, он учил. Вот кто не учит, не проповедует, в этот адрес обвинения не будет. Я не знаю, кого бы ни обвиняли за проповедь. Я вам за то, что выше кажется некуда. Обвинили? Он неправильно крестит. Крестит вечером после ужина, надо натощак. Он говорит, нигде не написано. Стражник крестился ночью, у него основание. Златовый опирался. Павла, это обвинение против Павла. Что Павел учит народ против закона, против храма, он не учил. И если нас говорят, что мы не хотим чего-то, мы должны спросить, чего мы не хотим. Мы не хотим того, что нарушает порядок, того, что не делает грани между духовным и душевным, между мертвым и живым, между крещеным и некрещенным. В первом послании к Тимофею 6.3 апостол Павел ссылается на учение, что Христос учил чему, и я учился у Него. Я учился у Гамалиила, но потом меня Бог переучил. Я встретил Господа. Он мне сказал, кого ты гонишь. Я стал размышлять и понял, что Он пришел, этот Мессия. И теперь Тимофеев говорит, что если кто будет учить иному, и не будет следовать здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учения о благочестии, по-другому, чем в Библии. Тому характеристика дана. Кто Он еписк, от священник, тот горд, ничего не знает, хотя у него академия, богословское знание. Но заражен Он страстью, состязанием, словопрением, от которых бывает зависть, распри, злоречие, лукавое подозрение. Из-за чего? Учит не так. Иисус учил в субботу, и учение Его считалось благодатным, как считаемый евангелистом Луки, когда Он сказал, что ныне время благоприятное, ныне день спасения, и глаза всех были устремлены на них. И Он тогда стал доказывать, что ныне время благоприятное для тех, где сердца готовы. Еще они не понимают, они слушают, и Он говорит, сегодня исполнили, исполнили пророчество, 750 лет мы добирались до этого дня. Как? Я пришел в этот мир. Бог. Вы Его ждете? А почему ты Бог? Ты богохульствуешь? Он говорит, а скажите, а почему во времена пророка Елисея язычница приняла, а в Израиле ни одного не нашлось, чтобы докормил его? Ни одного человека. Так он что, нас хуже язычника ставит? Дальше. И во времена пророка Елисея подобная ситуация повторилась. Сколько было прокаженных? Это тысяча. Это же восток где-то. Но не исцелился ни один в Израиле, а исцелился военачальник сирийский, который воюет против их страны, а они не выдержали. Написано, схватили Христа, чтобы свергнуть с горы. Сейчас только в рот Ему заглядывали. И тут же сбросили с горы. Но Он прошел, что с них, говорит, среди них, потому что не пришло еще время. Иисус учил в синагоге. Такое сегодняшнее чтение. Учил, а последователей было очень мало. Ведь мы стараемся слышать Слово Божие. То, что я вам говорю, ведь это только кроха того, что нужно знать. Вы дома каждый день открываете Евангелие, считайте. И обязательно кому-то старайтесь рассказать, с кем-то встретиться. Даже никого нет, друг друга пересказывайте. Обязательно участвуйте. Вот идут у нас занятия в воскресный день. Одни участвуют, недавно только пришли, уже какие-то вопросы задают. Другие сидят, никогда никакого участия. Это признак о том, что человек очень скромный, очень тихий и безразличный. Вы уже сами решите, что с вами. В деле Божьем здесь надо чему-то предпочтение отдать. Господь вызывает нас, чтобы мы вышли смело засвидетельствовать о своей вере. И Он учит нас этому. В первом послании Тимофея 4.4 апостол Павел дает программу. Тимофея говорит, проповедуй сие и учи. А как? 6.2 говорит, и увещевай. И в первом послании Коринфея 4.17 говорит. Я послал к вам Тимофея, который напомнит вам о путях, которыми я хожу и как я учу во всякой церкви. Вот кто-то сейчас бы пришел, я говорю, от епископа, ну от любого. И какой-то посланник. И вот послание такое, сказал бы, как епископ учит. А ведь вопрос состоит, учит ли. Если учит, то как? Точно не по Писанию. Епископ не боится, чтобы его потревожили, задали вопрос. Владыка, а почему это не по Писанию? А вот это почему так? Так, Евангелист Матфей 22 глава 16 стих говорит, что к учителям подходят иногда и говорят, ты истинно пути Божьи учишь. И с определенной целью сказано, похвалили, а раз похвалили, ну теперь я уже за тебя никуда. Раз я учу, я твой вроде наставник, учитель, ты меня вроде будешь слушать. И он сказал слово и потащили на казнь. Ты истинно закону Божьей учишь. Подальстили как. Евангелист Иоанн 9.34 показывает, как люди, желающие остаться в грехах, обвиняют в этом других. И ни от кого учения не принимают. Если мне задут вопрос, скажите, а священники в Барнауле от вас что-нибудь приняли? По-моему, ничего не приняли. Совершенно. Ну, что-то там, говорит, а пусть, я говорю, крещение доказал. А пусть епископ даст указания. Я иду к Антонию. Антони собирает и дает указания. Решение ипорхиального собрания. Ни с места не извинулся. Я говорю, он второе. Он говорит, я уже три постановления вынес. Мне нигде никто не извинулся. А почему, говорят? А ты, говорит, вест во грехах родился. И ты ли наш? Учишь. И выгнали его. Как будто это сегодня было. Ты скажи, я не прав. Я приходил, обличал прямо в бипехарном собрании. Ездил по разным церквам. Ничего не успел. Только одно. Не сберите материалы. Священник берет газету о крещении. И тут же преднародье ее порвал. Попало наше толкование блаженных эпилактов. Священники вынесли решение сжечь. На что это? Это означает выгнали. Не приняли. В послании Криминам 2.21 апостол Павел подтверждает прище Соломона 22.19. Как же ты, уча, прища от обучения, не учишь себя самого? Если берешься учить, говоришь на какую-то тему, примени это все к себе. Если у тебя не хватает силы, свидетельства, чего-то не знаешь, задавай вопросы. Вопросы нужно уметь задавать. Проходит неделя, приходите, вопросов нет. Проходит год, вопросов нет. Ну, конечно, трудно задать, когда уже 2800 вопросов прошло. Но все равно какие-то у вас вопросы должны быть. Притом на практике. Подошли, а с чего начать? А сколько времени говорить? А он ответил вот так. Обязательно какая-то будет неординарная ситуация. Как ее разрешить? У нас было такое, что пришлось бежать с сестрой. Напали двое. И это тоже надо все продумать. В послании к Римину Ти 8 написано так, что ты будь для всех учителем, правдивым. Это касается того, кто берет Слово Божие. Прежде чем пойти, обязательно попроси, чтобы для тебя молились, поддержали, засвидетельствовать. Икиту 2.3. Программа дается бабушкам, пожилым сестрам, чтобы старицы учили добру во всем. Учили молодых любить мужей. Вот какой опыт. Вы все пожилые учителя. И при том в той области, где может быть совсем не худышные учителя. А вот эта ваша биография, так как это покажет. Имеете вы моральное право учить или нет? Титу и 1 Тимофея 1.3. Увещевайте, чтобы не учили иному. Берем это слово. А чтобы знать иное это или не иное, нужно смотреть Слово Божие. Мне очень неприятно, я уж виду не подаю, когда наши встречаются с сектантами, знакомыми, и простые вопросы задают, а они не могут ответить. Это ваши учащиеся, наши. Я ничего не могу сказать. Самые простые вопросы. Вы главное знаете, что за нас умер Господь. Что мы ждем Его пришествия. Мы верим в грядущего Иисуса Христа. Мы верим, что грехи омыты Его причистой кровью. Это первейшее, что мы должны знать. В Деянии 4.18. Апостолы остались в городе и оставшись учили. Если мы где-то бываем, вот из каждой фразы давайте для себя выжим. Где-то нас попросили приехать в гости. Какая цель? Вооружись, набери литературы. Где что кому нужно раздать. Что сказать? Сходи к местному священнику, где есть храм. Собирайся где-то люди. Узнай, где можно с кем-то побеседовать. Выйди из храма, остановись, кто-то выходит. Но будьте более активны. Вы познали путь истины. Путь света, путь добра. Ну, поговорите с людьми. Дайте им понять, что то, что у них есть, это не все. Существует большее. Во второй книге Паралипоменон, 17.7. Мы говорим об удивительном человеке, Иосафате. Это потомки царя Давида. Вот среди нечестивых царей в Иудее встречались благочестивые, такие как Иосафат. Они заново все возобновили жертвоприношение, и он главный упор сделал на обучение. Ни один царь этим не занимался. Давыд не занимался, Соловон не занимался. А только Иосаф. И что он послал князей, знающих Слово Божие, я посчитал пять человек. Чтобы они учили закону, и девять левитов послал по стране. Это вообще много считается. И два священника, и был страх на всех окрестных народах, и никто не начинал войну. Я не мог такую связь найти. В чем дело? Учили народ, а войны не было. Может быть действительно какая-то связь. Народ не учит, и поэтому воины со всех сторон на нас люди лезут. Учили божественному, и написано, и войны не было. Ну дайте военному рассказать, какая связь? Да никакой. А все-таки связь есть. Окрестным народам, видимо, было понятно, что этот народ справедливый. На нас они внезапно не нападут. Коварства у них нет, можем спокойно жить. Вот почему. Книга «Исход 35-34» говорит, как нужно искать людей, способных учить других, чтобы учили они от всего сердца. Вот таких надо выискивать. Вы дома тренируетесь. Приходите друг к другу, говорите какие-то проповеди. Ну не больше 5-7 минут, за это дальше не заходите. Но попытайтесь говорить. Я вам рассказывал, как Стержин, его зовут король проповедников, он, готовясь к проповеди, говорил перед ложками. Ложки поставил, чтобы были. И он начинает им говорить, вы ни о чем не думайте, все, в свой рот только тащите. От вас ничего не дождется, еще попало, только к себе и тащите. А под окном, он на первом этаже говорит, сидят только распечатали бутылку, два там бомжата, они рот раздянули и все. Вы суда Божьей не ждете, только тело свое жирнее делайте, как пингвины. Вы не ждете, что огонь Божий уже пожрет вас сейчас, и вы не встанете с места. Посмотрите, какие большие у вас рты. Сравнение, ну действительно, ложки-то с корпусом там взять-то. Один и бутылку опустил, и все. На следующий день пришел, говорит, и покаялся. История говорит о том, что даже говорить тем, которые неодушевленные предметы, и можно подействовать на живое. Все это наши свидетели, что мы ничего не делаем. Первая книга Едры 7.10 говорит, что Едра расположил сердце свое к тому, чтобы учить народ, чтобы они знали закон и исполняли и поступали по правде. Если нам это на сердце Бог положил, то мы можем вопиять и говорить, Господи, а вот был такой царь Иосафат, хорошо бы нам такого президента, чтобы он этих монахов вытряхнул из монастырей и послал проповедовать по стране русской. Чтобы не просто слово святая Русь, а действительно святость Божия распространилась. И чтобы вышел вот такой Едра, который искал бы людей, у которых сердце расположено к благовестию. Они как у нас появляются в священии кремностным. А настоятель сразу ее прижимает, перестань. Не дает проповедовать. Прямо не дает проповедовать. Это вы уже сами узнали. На Городошове в алтаре говорит, Солб, Боже, не говорите. Шторку припадимет настоятель? Эти золотого усталства опять пришли. Придется проповедовать. А мы с жалобой архиерею каждый раз, как нет проповеди. Расшевелили. Он в ярости ничего не может сделать. Мы этой ревности научились и Едры. Святые мужи праведной Ветхого и Нового Завета, которые несли Слово народу, молите Бога о нас, чтобы наши сестры, братья, были истинными благовестницами чистого учения, которое даровано Православной Церкви. Аминь.